Мы приземлились в Гуанчжоу, городе Контраста, в городе, который никогда не спит, мегаполисе, который сегодня собирает миллионы и миллионы жителей Китая, которые едут сюда отметить свой любимый праздник Новый год по-китайски. Завершающая стадия нашего путешествия в Гонконг, ну или вот здесь почему-то станция написана не по-русски, Хунг Хом. Ну вот здесь всякие бараки, а впереди вы можете видеть нашу цель, гостиница Ридс Карлтон, самая высокая гостиница в мире. В преддверии Нового года в Гонконге разбушевался с новой силой птичий грипп, в связи с чем медицинские правительства, ну или власти, они очень рекомендуют не кормить голубей и вообще избегать с петушками и курочками физиотических контактов. Мы уже здесь, на месте, мы на месте. Заселение на 103-м этаже, и никак по-другому. Мы говорим, может быть где-то здесь в подвальчике можно. Нет, только на 103-й этаж надо подниматься. На 48-м что-то зависли. Что-то не то. Дорогой друг, 111-й этаж и хороший вид из окна. Что еще нужно для хорошего человека? Ну, разве что еще, чтобы можно курить было. И чтобы джакузи было в номере. Ну и все такое. Но нас этот номер не устроил. Мы решили поменять. Олег Геннадьевич говорит, надо другой. Двумя кроватями. Теперь у нас не менее эпичный вид, но теперь две кровати. Две кровати. Две разные отдельные кровати. Ну, нужно спать на одной. Надо же попрыгать на кровати все-таки. А то как. Солнце светит прямо это. Но вечером красота будет. Должны окна прийти помыть вот эти уборщики. Пока нету что-то их. Мини-бар. Бейлис, Хеннесси, Чивас, Блэк Лейбл. И открывашка. А также Костелло Банфи. Бурнелло Дима Лальчина. Еще одна небольшая деталь. Это ванна. С телевизором. Со всеми делами. Ну, надо же новости как бы смотреть и не пропускать ничего. Все в фэн-шую сделано. Занят я. Ну, извините. Давайте полистаем классические страницы классического Гонконга. Где курили опиум. Где известные поэты воспевали. Местных красоток. Как вы видите, завершается последнее приготовление к Новому году. И скоро грянет этот фейерверк. Мы собрались здесь для деловых переговоров с нашими гонконгскими партнерами. Олег, может быть паркейку в шахматы? Сегодня просто поговорим о ситуации в мире. Ситуация сейчас непростая. Что делать? Давайте, может, по огурчику. Мало соленого? Мало, по-моему, хорошо соленое. Нет. Вот они. Оливки. Олег. Дорогой друг, чем отличается Новый год в Гонконге от нашего Нового года? Фактически мало чем. Только у нас Новый год в другое время проходит. Когда более... Но у новогоднего настроения, Олега Геннадьевич, согласись же, нет новогоднего настроения, такого, как у нас. Мне охуенно, что по гостяковой кали пить. Мандарины есть, как бы, все есть. Кормят хорошо. Кормят. 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 Не хочу пьянки тоже, братец. Вот так выглядит эта гостиница. Не могу сказать наша гостиница, потому что то, что мы в ней живем, это еще не значит, что она наша. Вообще новогоднего настроения не чувствуется нигде, никакого. Вот в остальном Китае, когда было, здесь нет ничего подобного. Китае, когда было, здесь нет ничего подобного. Красоты! У колёсика не очень большое, ну и что? В целом все симпатичное В поисках новогоднего настроения мы обошли уже весь отель Никого нет Настроения новогоднего нет Никто не пьет Ни шума нет Петары не взрываются Потому что Новый год у них выяснилось В ночь с 7 на 8 не отмечается еще А только 8 начнется Еще рано Они поэтому затаились перед праздником